Будь верен, именно эта фраза, записанная в книге Откровения во 2 главе 10 стихом, стала девизом Республиканской подростковой конференции, которая проходила 5 ноября в Церкви Благодать города Минска. Подростки со всей Беларуси собрались вместе, чтобы поклониться Богу и обновиться в силе Святого Духа. Прославление вели молодежные группы «Карван» и «Давир». После молитвы и прославления своим свидетельством делился Владимир Рудлевский, который говорил о том, как Бог поддерживал и сохранил его в трудные времена гонений. Далее Виктор Беня говорил на тему «Будь верен до смерти», уча подростков верности Богу в любых жизненных ситуациях. Демид Кисляк рассуждал над вопросом, который очень волнует большинство подростков, и делился словом на тему «Будь верен во взаимоотношениях до брака». Он подчеркнул, что отношения должны быть правильными и своевременными. Также звучал призыв к покаянию для тех людей, кто хочет изменить свою жизнь. Во время перерыва были организованы викторины, в которых мог поучаствовать каждый желающий и проверить свои знания Слова Божьего. Во второй части конференции со своим свидетельством делился Андрей Хандрика, который призывал искать Бога не только в собраниях, но и лично. Последним участником был Анатолий Сай, который говорил о верности в служении и предложил каждому желающему в последней молитве принести обеты Господу. Также на протяжении всей программы присутствующим в зале служили два хора. Звучало сольное пение, декламировались стихи, была показана постановка. В конце Виктор Бейня подвел итог всему сказанному. «Будь верен Богу в каждом дне своей жизни», «Будь верен Богу в отношениях», «Будь верен Богу в служении и обетах». Конференция стала для многих подростков особым временем обновления и получения ответов на вопросы. Общение сердца, это общение духа, это единение молодежи, это знакомство молодежи. Но это, естественно, духовный рост. Это ступенечка, каждая конференция, это ступенечка к тому, чтобы пойти дальше в служение. Субтитры создавал DimaTorzok